Мнение для украинцев. Одна тема остается главной. Радио. Спутник. Мнение. Для украинцев. Одна тема остается главной. 9.13. AFP. 2019. Сергей Супинский. Флаг на площади независимости в Киеве. AFP. 2019. Сергей Супинский. В МИД РФ ответили на жалобы Украины из-за инцидента в Керченском проливе. Эксперт Владимир Оленьченко объяснил в эфире радио. Спутник. Почему обращение к этой теме потребовалось Киеву именно сейчас? И повлияет ли жалобы Киева на решение жителей страны? 12 марта. 17-16. Куда бежит Порошенко? На ходке предвыборной кампании Украины, оказывается, только две беды. И только Порошенко знает, как с ними бороться. По крайней мере, пытается в этом всех убедить, используя разные способы. Иногда весьма нетривиальные. Киевские власти используют инцидент в Керченском проливе во внутриполитических целях, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Ранее украинский президент Петр Порошенко поручил МИД Украины обратиться в Международный трибунал по морскому праву и запросить принятие принудительных мер против России для освобождения моряков, задержанных за нарушение российской границы. В МИД РФ назвали поведение Кева недобросовестным и отметили, что украинская сторона пренебрегла возможностью проведения консультаций. В Министерстве подчеркнули, что Москва остается открытой к двусторонним контактам по вопросам, связанным с инцидентом в Керченском проливе, а международный судебный процесс не помешает уголовному расследованию в России. Как отмечается, Москва исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого происшествия. Дипломаты подчеркнули, что права задержанных украинцев строго соблюдаются. В ведомстве заявили, что не видят в запрошенных Кевом мерах элемента срочной необходимости. Об этом также говорит то, что украинские власти на протяжении пяти месяцев имели возможность обратиться в трибунал, но не сделали этого. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ММОРАН Владимир Оленьченко объяснил в эфире радио «Спутник», почему обращение к этой теме потребовалось Киеву именно сейчас. Президент Украины Петр Порошенко и те, кто его поддерживает, обращаются к любым темам, чтобы каким-то образом поднять авторитет Порошенко в глазах электората. Но главная тема для украинского населения социально-экономическая, то есть положение населения, и оно удручающее. Ситуация, в которой находится в целом Украина, то незавидное положение, в котором находится население, это результат деятельности нынешнего пока еще президента Порошенко. И есть ясное понимание этого на Украине. Поэтому, какие бы шаги он сейчас ни предпринимал, электорат будет, прежде всего, исходить из своего бытия и с того, в какой ситуации украинцы оказались в результате правления Порошенко, считает Владимир Оленьченко. 1 марта, 13.53 Уверовать в себя, Порошенко изобрел рецепт счастья для Украины. Украина показала успешный пример проведения реформ, твердит Порошенко. Осталось заселить ее состоятельными, вольными и счастливыми людьми, где их только взять, и готов региональный лидер. Как в сказке про Буратино, еще 10 тысяч ведер воды и золотой ключик у нас в кармане. Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили государственную границу России, войдя во временную закрытую акваторию территориального моря. После этого они двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников, из-за чего были задержаны, а моряки арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал случившиеся провокации и отметил, что среди членов экипажа украинских судов было двое сотрудников СБУ, которые руководили операцией. 12 апреля, 8.57 политолог объяснил, почему Киев вновь заговорил о Керченском проливе глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, когда к этому будут готовы украинские ВМС. Политолог Сергей Козлов в эфире радио «Спортник» объяснил, что стоит за этим заявлением. Продолжение следует...